Повышенное половое влечение в значительной степени усложняет жизнь. У нас вообще нет интима или он стал реже. Разные виды сценариев в сексуальных предпочтениях. Просто нет возможности уединиться и побыть вдвоем. Пробуждают у человека желание, жажду, фантазию о сексе. Они снова вспоминают, что они влюбленные, что они муж и жена. Папа возвращается. Папа вернулся. Всем здравствуйте. Рады приветствовать вас. И сегодня мы начинаем запись интересной передачи с моим участием. Я психолог Эльвира Емельянчикова, системный семейный терапевт. А также у нас в гостях сексолог, клинический психолог Светлана Александровна Кораблинова. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово, что позвали. Спасибо, что согласились прийти. И сегодня у нас одна из самых интересных тем, которая затрагивает практически каждую пару. Это сексуальная совместимость партнеров. Или, как некоторые говорят, сексуальная несовместимость. Скажите, часто приходят к вам с такой вот задачей, с таким запросом? Ваши клиенты, пациенты? К сожалению, часто. Но для того, чтобы вообще разобраться с вопросом сексуальной несовместимости, либо совместимости, все-таки лучше отталкиваться от ряда факторов. Какие у нас основные факторы? Первое, мы должны выяснить, нет ли биологических причин, которые могут способствовать, скажем так, сексуальной несовместимости. Это у нас могут быть какие-то токсические влияния, это могут быть метаболические нарушения в организме, это и прием препаратов, нейролептики, например, либо транквилизаторы какие-то. Что у нас еще сюда? Это физическая усталость тоже может сказываться в результате, собственно говоря. И ряд патологических, либо психических расстройств. Это состояние острого стресса, либо какие-то серьезные патологии, такие как шизофрения, опухоли, заболевания головного мозга и так далее. Это все мы можем отнести к биологическим причинам. И когда мы в целом выясняем, что биологическая сторона у нас в принципе как бы в норме, для этого существуют врачи, специалисты, не мы, сексологи, тогда мы уже начинаем выяснять все-таки психогенные какие-то факторы, которые также могут влиять на сексуальную несовместимость. Что мы сюда можем отнести? В первую очередь, ситуационные какие-то факторы. Элементарно приходят ко мне клиенты и зачастую сообщают о том, что у них просто нет возможности уединиться и побыть вдвоем. Эльвир, а смотрите, а у вас как? Часто к вам обращаются пары, которые боятся быть застегнутыми врасплох, либо какие-то испытывают как раз такие вот моменты, связанные с неудовлетворенностью в интимной сфере? Да, часто обращаются, они это озвучивают, как у нас вообще нет интима, или он стал реже, или почему-то наши отношения стали скудными, то есть интим какой-то стал редкий, да, или вообще сходит на нет. И тогда мы выясняем, ну в какой фазе находится вообще семья и какой кризис они проживают. Дело в том, что бывают и нормативные кризисы, и нормативные кризисы. И каждый раз семья сталкивается, или пара сталкивается с какой-то сложностью. И если нет, как вы говорите, каких-то физических, физиологических нарушений, которые может установить только врач, мы начинаем исследовать эту тему, что же предшествовало, и как можно на это повлиять. Но к моему уже удивлению, к моему опыту, да, вот то, что я могу сказать, я наблюдаю пары и могу сказать, что отсутствие интима и вообще таких близких отношений честно связано вообще с отсутствием каких-то либо теплых отношений. То есть нарушена коммуникация, нет функциональной эмоциональности, нет общения, нет вообще счастья и в личной жизни, и интима, соответственно, нет. И что тогда делать? Мы стараемся как-то восстановить отношения, и когда восстанавливаются теплые, дружеские, доверительные отношения, то тема секса, сексуальная тема, интим возвращаются в эту жизнь. Да, здорово. И здесь еще хотелось бы добавить, по моему опыту, помимо партнерских каких-то проблем, такие как нарушение, конечно же, межличностных отношений, да, частые конфликты, как правило, лежат в основе охлаждения партнеров друг к другу, либо вообще разные виды сценариев в сексуальных предпочтениях, именно в отношениях, да. И есть еще также личностные особенности. Это могут быть какие-то тревожно-мнительные черты характера, это низкая самооценка, это вот эта вот способность к постоянному самоконтролю, да, тотальному самоконтролю, гиперконтролю, который мешает. Это вот завышенные требования вообще к себе, к партнеру, либо какие-то ошибочные убеждения, установки. Это в целом, наверное, все влияет, да. И вот еще хотелось бы задать вам такой вопрос. Недавно столкнулась в своей практике с неосознаваемым, неосознанным враждебным настроем к противоположному полу. Скажите, вообще у вас такое часто встречаете вы в своей работе? Да, хороший вопрос. Есть такая тенденция. Как правило, приходят женщины и жалуются на то, что у них не складываются отношения с мужчинами, с мужьями. И когда мы начинаем исследовать эту область, исследовать жизненную историю, да, как говорят семейные системные терапевты, выясняем, что девушка вообще росла без отца, то есть не было лица заменяющего, то есть ни отчима, ни папы она не видела. И то, что рассказывала мама, то есть у нее как триггер, закралась в ее память, что папа был плохой, папа изменял, папа нас бросил. И в ее сознании все мужчины такие, да, то есть она уже не делит. Она понимает, что мужчина – это сбор. То есть так ей внушала мама. Естественно, вырастает. Какое у нее отношение к мужчинам вообще в целом? Они опасны, от них нужно защищаться. Вот, соответственно, вот с таким синдромом отстраненности они вырастают, вот с этим страхом. И потом восстановить отношения в паре. Она действительно встречает какого-то молодого человека, он за ней ухаживает, и все хорошо. Но она делает так называемый эмоциональный перенос. То есть ненавидя своего отца, она автоматически видит все негативные качества в этом молодом человеке. Хотя, в принципе, это он ни при чем. Он старается, он делает ее жизнь счастливой, наполненной. Но она живет вот со своими обидами. И именно с этим мы работаем на терапевтических приемах. Спасибо за вопрос. Действительно, очень актуально. Светлана, такой вопрос. Какие самые распространенные дисфункции в паре? Какой вот ваш опыт на этот счет? Вот смотрите, если мы рассматриваем именно сексуальные дисфункции, то они у нас напрямую будут связаны с сексуальными фазами. То есть у нас есть три основных фазы. Первая – это фаза влечения. Что происходит на фазе влечения у нас? Она включает в себя мотивацию, побуждение, какие-то личностные особенности установки. Это вот такие психологические аспекты, которые вообще пробуждают у человека желание. Жажду, фантазия о сексе, жажду этой деятельности вообще как бы сексуальной. Лежат в основе. И вот на этой стадии как раз у нас могут быть следующие половые дисфункции у партнеров. У женщин и у мужчин гиполибидемия, либо отсутствие сексуального удовольствия, либо наоборот повышенное половое влечение. Это тоже, кстати, скажем так, иногда в значительной степени усложняет жизнь. Это вот что касаемо первой фазы влечения. Если касаемо второй фазы возбуждения, что это такое возбуждение? Ну, я думаю, чисто физиологически, если мы берем, то уже здесь понятно, что это будут и субъективные ощущения сексуального удовольствия партнера, и, конечно же, изменения физиологических реакций организма в целом, и гениталий в частности. И вот самые основные половые дисфункции, характерные для этой стадии возбуждения, они нами, женщинами, сразу, как говорится, визуально видны в мужчине. Да, это недостаточное или отсутствие вообще эрекции. Вот у женщин это диспауриния и вагинизм. Что такое диспауриния? Это болевые ощущения при проникновении. И я не буду сейчас вдаваться в подробности, потому что такая, может быть, целая отдельная тема. Да, сложная, действительно, нужно выяснять ее причины, опять-таки искать эндогенность, либо психогенность этого процесса, и вагинизм. То есть это вообще, когда нет возможности, так сказать, непосредственно... Увлажнить. Там не то, что увлажнить, там палицы нельзя, собственно говоря, вставить. Даже девушки, когда приходят к врачу-гинекологу, это проблема. Трудно на прием попасть, да? На осмотр. Ну, практически невозможно. Ну, а как вы считаете, это психологическая проблема или это вот с возрастом гормональная проблема такая бывает? Недостаток каких-то гормонов уже ведет как к сухости влагалища. Если мы говорим непосредственно о сухости влагалища, о недостаточности увлажнения, выработки своей смазки, то, опять-таки, здесь все очень индивидуально. Мы должны понимать, кто у нас клиент. Это молодая девочка, это женщина средних лет, либо женщина уже, которая в расцвете сил, скажем так. Потому что если все-таки мы берем наиболее часто это проблема у женщин в расцвете, скажем так, то тогда, конечно же, лучше в первую очередь эти вопросы согласовать с врачом, пройти обследование, сдать какие-то гормональные анализы. То есть у нас есть эндокринологи, есть гинекологи, есть специалисты. То есть это к ним. А потом уже, соответственно, с результатами непосредственно к сексологу, ко мне. И мы уже, если мы исключаем некоторую эндогенность этого процесса, тогда мы говорим о психогенности. И вот здесь тогда, конечно, уже включаются работу наши специалисты, наши области. А факторов здесь очень много будет. И в том числе психогенного характера. Это могут быть какие-то травмирующие переживания. Вот, кстати, у меня была недавно клиентка, которая после аборта, она сделала аборт, и у нее начались вот такие проблемы в их паре вплоть до полного, абсолютно прекращения. То есть даже не было никаких ласк уже, ни оральных, ни мануальных. То есть все это приостановилось. И, конечно же, здесь работа, к сожалению, будет длительного, достаточно характера. Это иллюзия, особенно когда марафоны различные по развитию сексуальности говорят, приходите к нам, и мы вам быстренько сейчас за один-два раза исправим. Нет. Так не бывает, да? Ну, я полностью согласна, что еще зависит от какого-то пережитого опыта. Или, как вы правильно сказали в начале беседы, это вот от состояния, да, бывают такие моменты, когда и оба супруга не могут расслабиться, и, в частности, женщине бывает чаще всего, да, трудно. А расслабиться, когда вот стесненность какая-то, да, вот семья живет, у них одна комната или две комнаты, за стеной родители взрослые, как им кажется, слушают за стенкой, что там происходит, да, и вот она не может в этот момент, она приходит на консультацию, говорит, да, у нас все хорошо, только я не могу расслабиться. Рядом его родители, мне кажется, они вслушают каждый наш вздох, как же можно в этом состоянии расслабиться, да, или родился, например, маленький ребенок, да, это кризис, семья с маленьким ребенком, и тогда уже и хроническая усталость, и последовая депрессия, все влияет. И момент такой, что как будто бы много времени и любви уделяется этому ребенку, муж приходит неудовлетворенно, на меня вообще не обращают внимания, ребенок ложится с нами в постель, он же функциональный муж, не я уже муж, а этот ребенок, а меня уже выгоняют куда-то там поспать на коврике, да, в гостиной. То есть так тоже нельзя делать, ну а как иначе, то есть ребенок иногда вытесняет отца своего, так часто бывает, и поэтому, когда приходят пары на прием, у них вот кризис этого проживания, порождения первого ребенка, я сразу спрошу, а как вы спите? Если они говорят, мы спим отдельно, ребеночек у нас в кроватке отдельно, это замечательно. Но если мы уже спим втроем, то уже какой интим, да, то есть на самом деле мама, у нее привязанность к ребенку больше, и она психологически, эмоционально теснее с ребенком связана, естественно, она будет папу устранять. И ребенок даже, да, то есть он в какой-то момент, когда ребенок вырастает, он даже начинает отталкивать папу. И они приходят на прием и говорят, у нас так ситуация, мы когда целуемся, ребенок нам не разрешает. То есть все это время он спал с ними в одной кровати, теперь он не разрешает им, ему неприятно, когда мы обнимаемся. Но бывают и другие ситуации, когда рекомендуем просто оставить все как есть и поехать на 2-3 дня куда-нибудь за город. И там-то уж происходит все совершенно по-другому. Они снова вспоминают, что они влюбленные, что они муж и жена, и, соответственно, все хорошо, все замечательно. Папа возвращается. Папа вернулся, да. И даже вот многие мужчины говорят, я даже вот удивляюсь, что когда мы приехали на отдых, я постоянно готов, а жена не постоянно готова, потому что она к этому не привыкла. То есть я понимаю, что вот этот вот психологический настрой, он тоже важен. Я сейчас отдыхаю, и у меня все функции хорошо работают. Вы, наверное, тоже замечали, да. Или когда человек полностью погружен в какую-то трудовую деятельность, то есть ему не до расслабления. Как только он куда-то приехал, то чистота отношений там увеличивается, ну и качество, соответственно. То есть иногда, когда вы устали, вам кажется, что вы устали от отношений, может быть, вы устали чисто от этого места и от тех окружающих людей, которые рядом с вами. А стоит вам вдвоем со своей любимой, со своим любимым, переехать куда-то в новое место, отдохнуть, провести какое-то время, и ваши отношения будут снова налаживаться. Субтитры создавал DimaTorzok